Сотрудники Свердловской областной госавтоинспекции показали, как работает программный продукт «Паутина», призванный выявлять в транспортном потоке подозрительных участников движения. В конце минувшей недели программный комплекс сгенерировал сигнал тревоги, когда в объектив его камер попал автомобиль, имеющий разные государственные регистрационные знаки на переднем и заднем бамперах. Накануне днем на мониторы полицейских поступили сигналы о том, что по улице Московская движется водитель автомобиля «Лада Приора» с разными регистрационными государственными знаками, которые числятся на других транспортных средствах. Немедленно для задержания нарушителя был направлен экипаж ДПС отдельного специализированного батальона областной госавтоинспекции. Приору на передний бампер, который был установлен номер от «Жигулей» седьмой модели, а на задний госрекзнак от «Ниссана Марч» задержали на улице Московской, напротив клиники пластической хирургии, где подобные трюки, имеется в виду изменения внешности, проделывают, но только с людьми. В салоне «Лады» находились двое молодых рабочих. В результате оперативной работы сотрудников госавтоинспекции водитель «Лады» был задержан. Им оказался 29-летний местный житель, не имеющий права управления транспортом. В отношении него инспектор ДПС составили три административных материала за установку на транспорте заведомо подложных государственных знаков, за вождение без прав и за повторное управление автомашиной, не зарегистрированной в установленном законном порядке. Чужие госномера с «Лады» сняли, а саму машину погрузили на автоэвакуатор и отправили на спецстоянку. Хозяин сможет ее забрать, только заплатив все штрафы и приведя с собой водителя, имеющего права. В областной госавтоинспекции напомнили землякам-водителям, что регион уже достаточно напичкан камерами, чтобы пытаться безнаказанно нарушать ПДД. Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса к строгому соблюдению правил на дорогах и предупреждает, что в регионе функционируют более полутора тысяч камер, которые фиксируют разные нарушения права дорожного движения и с помощью умных алгоритмов оперативно передают информацию сотрудникам полиции.